Радиус поворота больше, опасность аварии выше. Железнодорожный переезд на Курска и ростовские автомобилисты стараются объезжать, лавируя между нарушениями правил дорожного движения и риском остаться без колеса или бампера. Это разрушение способствует тому, что водителям необходимо взять определенный радиус, чтобы повернуть же до переезда уже на эту улицу локомотиву. Поэтому мы сейчас зафиксируем эти дефекты и примем соответствующие меры. Движение по одной полосе временно приостановлено. Все неровности и выбойны замеряют и фотографируют. А так-то до административного протокола со штрафом один месяц. Это время дается для исправления дефекта дороги, а пока здесь поставят временные знаки сужения проезжей части. С дорожным надзором едем на еще один проблемный участок. Оживленная улица Сиверса. Здесь затруднен проезд через трамвайные пути. 10 сантиметров над уровнем асфальта. Вместо допустимого одного эти высокие рельсы спонсор без перебойной работы ближайших автосервисов. На плохие дороги жалуются и жители Батайска. Вот, например, по улице Авиационной глубина ям достигает 10-15 сантиметров. Бороться с этой проблемой дорожный надзор пытается как минимум с августа, но ответственные за эти дороги не боятся ни предписаний, ни штрафов. В настоящее время ведется производство по делу об административном порушении за невыполнение предписания по части 27 статьи 19.5 административного кодекса. Платить штраф, скорее всего, придется и за еще один опасный участок дороги. Это пересечение улиц Пионерской и Тылалахина. Из явных нарушений отсутствие разметки на пешеходных переходах. Это не считая ям. Такая проблема мне, а детям я вообще это нереально поступила. Убедительная просьба что-нибудь делать, иначе потеряем детей. Разметки нет, дети каждый день сюда ходят в школу, все переживают, все родители переживают, все думают. Но перекресток очень опасно. За все это отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. Ну и выданы соответствующие подписания, будет ошлен контроль за их выполнением. Кроме того, надзор вернется сюда еще вечером, чтобы проверить освещенность пешеходного перехода. С начала года в Ростовской области возбудили больше четырех с половиной сотен административных дел. По каждому сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.